Музыка Здравствуйте Здравствуйте Лев Владимирович, ну вы как всегда пришли очень подготовленные, привели с собой целую делегацию Давайте знакомиться, Максим, Данила и Ангелина, да, юная вокалистка По ребятам сразу видно, какую музыкальную принадлежность они имеют со своим инструментом И у вас что-то в руках, давайте прямо от печки начнем Чего вы нам с собой принесли, что вы нам будете рассказывать Ну тут немного я ограничился Дело в том, что каждый год он необыкновенный Это год учителя, год молодежи, год истории государства российского, год космоса, год культуры, год книги И вот этот год, он наверное самый, я его долго ждал и с молодежью мы всегда связаны непосредственно Я еще ведь и преподаватель, в школе 36 лет работаю И для меня вот год кинематографа, он очень важен тем, что в нем все сочетается То есть он инверсивный, все там есть и там музыка, там сценография, там драматургия, там артисты, выразительность То есть я могу часами говорить о том, что такой год кинематографа И мне захотелось, чтобы наши ребята, вот наша самарская молодежь, которую я очень люблю Дело в том, что я не только президент международного музыкального проекта А я еще и руководитель фестиваля регионального молодые таланты Поволжья Вот, и недавно Николай Иванович даже наградил нашу организацию Вот наш фестиваль, конкретно губернские премии Да и вот эти ребята, они все, в общем, лауреаты премии мэра, например, городского округа Самара И вот этот год для меня важен еще тем, что я могу пообщаться на эту тему с ребятами И я не случайно взял с собой вот эту вот линеарность такая историческая Потому что чем характерен наш кинематограф, именно вот российский кинематограф В отличие от западного Мы живем, я всегда говорю, в эпоху постмодернизма Это развлекательность, потребительство А наш российский кинематограф, он лиричный, там есть любовь И самые главные судьбы связаны с историей страны, с историей родины То есть это историзм И я вспоминаю, как вот наши бабушки-дедушки Я вот даже не случайно взял, собирали не только наш отечественный кинематограф А вот я могу показать, здесь и Марлен Дитрих, и Грета Гарбо То есть выдающиеся 30-х, 40-х годов Звезды, да, прошлых лет Но это вот иностранные, как говорится, западные Потому что им очень увлекались Но страна была все-таки закрытая Идеологические шоры были А следующие поколения Ну вот тут даже Тарзан старые фотографии Помните, да? А следующее поколение, оно уже собирало Вот здесь у меня Сергей Юрский есть, например Ну так как в этом году, получается, ваше творчество музыкальное Связано с персонажами, вот с этими, на которых опираетесь вы А я скажу, значит, мы запланировали большую региональную акцию Ну, в этом фестивале, там, исторические поволжские музыкальные ассамблеи Но тематика, вот календарная тематика Касается именно российского кинематографа То есть мы абстрагировались от кинематографа западного, например А многие даже не знают, что вот молодежь Им это неинтересно, что смотрят Луксы, Звездные войны, там Еще какие-то вот такие яркие, событийные Где существует компьютерная графика Где сплошные иллюзии и фэнтези То есть и реальный рациональный мир И я хотел их привлечь вот на сторону Нашего великого, неизбывного Не люблю слово шедеврального, да? Но недосягаемого кинематографа И мы провели такую акцию Специально посвященную этому Мы собрали, значит, целый автобус Ребят, ну у нас Кстати, я хочу сказать огромное спасибо Я думаю, что вот по мониторингу Я же отслеживаю все эти вот мировые тенденции И знаю, что вот канал ГИС, например Это единственный канал, который проводит Монотематические мероприятия по определенной тематике И в частности вот по тематике включения молодежи в художественное пространство И ротация идет Вот это же не первая передача То есть мы каждый год показываем все новых и новых талантливых самарских ребят И я их собрал воедино Мы, значит, благодаря агентству про реализацию молодежной политики областному И благодаря департаменту культуры Городской администрации То есть я не буду всех перечислять Это у меня до вечера будет происходить Мы сели в автобус и поехали в самый дальний край нашего региона Это при Волжье, бывший Васильев Потому что там, значит, Васильев был такой помещик И у него была усадьба Ну и там организовалось вот такое очень красивое место Замечательно Мы собрались все вместе и поехали Со скрипками, с виолончелью Ну, фортепиано мы не взяли, оно там было Вот И, значит, вот такие вот программы у нас Мы издали Здесь, значит, вся тематика Два часа шел концерт Полный зал был народу Дело в том, что у нас бывает такое, что, значит, оповещение где-то не срабатывает Но, вот, когда все это вместе 50 тысяч человек уже на сегодняшний момент прошло по этому, значит, формату Играли-то что? Какие произведения? Произведения, сейчас я скажу Микаэла Тривердиева Из, значит, фильмов «Попури» на темы российского и советского кино Вот, значит, кинофильм «Цыган», например Где мы знаем Клару Лучко И, значит, из Доги «Мой ласковый и нежный зверь» То есть то, что известно Как выбирались эти фильмы? Кем? То есть это в первую очередь, наверное, музыкальная, да, составляющая? Музыкальная составляющая, да Как бы точка опоры была И мало того, мы еще ведь, самое главное У нас же не только музыка из кинофильмов То есть мы туда, у нас и Шуман, и Бах, и Чайковский, и Бетховен, и все вместе Вот, и вместе с тем, то есть показать связь прошлого и современности И чтобы ребята, вот, они прониклись духовным сознанием серьезного искусства Давайте ребятам тоже пару слов дадим Максим, я знаю, что у тебя есть что рассказать по поводу кинематографа И ты проникся как-то, да, советским кинематографом И даже любимые какие-то фильмы есть Да, мне очень нравится советское кино К примеру, мне очень нравится «Кавказская пленница» Хороший выбор И «Бриллиантовая рука», который снял Гайдай Очень... Музыка тебе там нравится? Музыка очень хорошая Если бы я был султан, мне тоже очень понравилось Кто написал? Зацепим Молодец Мечка, а можно такие произведения, вот, из таких вот популярных в советское время кинофильмов Можно ли их воспроизводить вот на таком инструменте, как скрипка? Получается это у тебя делать? Все можно Многое, что можно сыграть на скрипке Практически все Вот, ну, вот, в данном случае он играл Сверидова Музыкальный момент Почему? Потому что нам еще, у нас своя программа Мы же не можем только по негативу А вот отдельно по кинематографу у нас викторина прошла И я вот сегодня, задайте мне обязательно этот вопрос Дело в том, что я с молодежью долго говорил Она у нас замечала С призами, с подарками Вот, показывали портреты Ну, фотографии артистов И они должны были определить, что это за фильм Кто, значит, исполнитель Ну, я потом продолжу Почему? Потому что мне хотелось бы, чтобы они вот сегодня тоже поговорили Показали свое искусство Правда, у них сегодня вот будет музыка не кинематографическая Вот, но она такая яркая и действительно содержательная Очень красивая Ну, Коль, подвелись так плавно к музыке Ребята, я знаю, что, да, не с пустыми руками вы пришли Принесли с собой свои инструменты Что будете играть? Данила, расскажи Произведение называется Диверсмент Я вам написала у Фролов Ну, просим, на сцену Готовы? Поехали Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, браво! Браво, молодцы! Ребят, присаживайтесь И скажите, пожалуйста, Данила Вот сложно, вы вот так глазами переглядываете друг с другом Сложно сыгрываться вдвоем Ну, один, понятно, когда солист-исполнитель А как вдвоем? Сколько вы сыгрывались вот с Максимом? Бывает, конечно, иногда сложно Но просто вот главное Сотрудничать с партнером То есть общаться с ним через музыку А вот то, что вы глазами вот что-то делаете Это вы как-то какие-то подсказки друг дружке даете? Максим, вы как-то вот Когда разговаривать нельзя, вы играете? Как можно друг другу какое-то сообщение передать? Глазами Вот как раз мы вот Глазами показываем, что надо сделать Вот поэтому мы и переглядываемся иногда А долго вы вместе играете? Да, уже долго Сколько времени? Два или три года уже Ого, какой у вас уже дуэт состоявшийся Да, уже давно А есть какие-то такие вещи, которые Ну, есть программа, да Есть вот Лев Владимирович, который говорит Ребята, надо там одно или другое А что-то такое свое вместе делаете? Что вот прям вот хотелось и вот раз А давай соберемся и сделаем Без всякого там руководства Да, вот мы Я, к примеру, марш славянки Сам нашел Да, вот на 9 мая вместе играли Слушайте, прекрасно Ну, вообще, вот какие планы у вашего Уже такого коллектива состоявшегося? Вы вот чего хотите Вот в будущем добиться? Я вот Недавно я приехал из Питера Я хотел туда поступать В консерваторию имени Римского-Корского В музыкальную школу при консерватории Да Ну и как? Удалось? Ждем еще результатов Результатов ждем А так мы все сдали Молодец Это сложный конкурс был? Было все очень сложно А человек на место сколько? Всего лишь 20 Все поступают около 100 Всего лишь 20 человек на место, друзья мои Это огромный конкурс в музыкальную школу При консерватории в Петербурге 20 человек на место Желаем удачи Максиму Данила, а у тебя какие планы? Ты же сейчас еще вернулся откуда-то, да? Ну, из Артека Мне давали путевку в Артек Так ты отдыхать ездил? Я-то думала, ты трудиться ездила Ты отдыхал? Да, вот отдыхал Загорел и приехал Я хочу сказать Вот эти два мальчика Это на сегодняшний день Лучшие скрипачи В области Вы только уши заткните Осторожно с этим я всегда Вот, но в смену смея не идет То есть вот поколения сменяются А музыка, она вечная Вот, и я хочу сказать, что Максим вот выступал В данном случае в Приволжье Вот, годы кинематографы Он один выступал Потому что Даниил уехал В Артек отдохнуть А вот сейчас они приехали И я рад, что они сейчас Перед самарской публикой Показывают свое искусство И вот очень здорово Так динамично, эмоционально Исполнили Замечательную Это очень известная музыка Ее вообще известную музыку Я не рекомендую никогда исполнять Почему? Потому что ее все знают Она у всех на слуху И все сразу слышат В чем недостатки Вот Ну, в общем Здорово просто исполнили Я очень рад Да браво Лев Владимирович Такой еще вопрос хотел задать Где вы вот эти все таланты находите? Не только в музыкальной школе В которой вы трудитесь Учителем музыки Уже многие годы Я в общеобразовательной школе Да Вот Я в Москве Вообще-то Московский проект И вот я сегодня Обязательно в конце передачи У нас, значит Министерский журнал Сердце России Самарской губернии И каждый из вас получит Здесь есть Очень хорошие С фотографиями Позиционирование Нашего проекта И вот в частности Региональный повозок Фестиваль Молодые таланты повозок Мало того Мы проводим еще В Самарской филармонии Концерт Вот прошел четвертый концерт И они тоже В Самарской филармонии Тысячи человек Там, ну, 980 Мещает зал Нет свободных мест Цветы Радость И тоже молодежь И у нас Вот откуда у нас 50 тысяч Конечно, это не исполнители 50 тысяч человек А, значит, их сотни исполнителей Из музыкальных школ Музыкальные училища И даже Молодые любители Молодые любители Классической музыки Ну, у нас В основном Классический проект Но мы берем И вокалистов И причем даже Вот и маленьких Вокалистов Сегодня у нас Ангелина Ангелина у нас Как ружье на стене Которое обязательно У нас Должна выстрелить Да Вот И что Почему я ее не взял Она сейчас вот выступила Она первый раз выступила В Приволжье То есть у нее еще Сценический опыт Небогатый Но вот потихонечку Начинаем Я всегда вспоминаю Веру Инбер По капельке текут В печать твоей труды Вода долбит гранит Но длинен путь воды И вот Мы выстраиваем судьбу Наша задача Такая совместно С властью Самары Которая очень Внимательно отслеживает У нас замечательная музыкальная школа У нас потрясающее Вот у них педагог Ее наградили Кем она стала? Лучший профессионал года Вот То есть вот И мало того Мы ее повезли в Приволжье Она там награждала их И когда вот люди выходят Что перед ними Выходит эталон Педагога Эталон Они сами к этому стремятся Ребята Вот Но что меня вот Конечно не порадовало Я скажу Я-то За то чтобы Заглянуть в прошлое Чтобы увидеть будущее Вот Например Мне понравилось Сергей Безрукова Узнают все Но считают что это Есенин Узнают все Михаила Ульянова Но считают что это Маршал Жуков Вот То есть понимаете Не всех наших Замечательных Актеров знают Сергея Юрского Не узнают Моего любимого Олега Даля Например Тоже с трудом Высоцкого Узнают сразу Место встречи То есть Не все потеряно Хотя я считаю Что все-таки Вот российский Кинематограф Он пока еще в кризисе Вот И наша задача К нему Пробудить интерес И вот благодаря Таким ребятам Которые приезжают Оркестр Скрипки Да Вроде как далеко Да Они имеют отношения И когда они играют Эту музыку Они вспоминают В чем интерес Интерес в узнавании А я это знаю И сразу идет сравнение А что лучше Я горжусь Нашей культурой Российской Вот И Сам тоже Вот сейчас пишу музыку И мне бы хотелось Чтобы мои ребята Тоже исполняли Мою музыку Ну вот Попрошу все-таки Ангелину Как наше маленькое Ружье со стены Выйти на центр С нашей сцены И выстрелить Потому что Песню которую Ты будешь петь Ну наверное Каждый ребенок Точно знает Расскажи Что это за песня Из какого мультфильма Это песня Дорога добра Она из мультфильма Маленький мук Я думаю Все маленького мука Читали и смотрели Мультфильм Давай Это по-моему Гауф Да Да Это прекрасная сказка И прекрасное музыкальное Произведение Спроси у жизни строгой Какой идти дорогой Куда по свету белому Отправиться с утра Иди за солнцем следом Хоть этот путь Неведом Иди мой друг Всегда Иди Дорогою Добра Забудь Свои Заботы Падения И взлеты Не хнычь Когда судьба Себя Ведет Не как Сестра Ну если С другом Худо Не уповай На чудо Спеши К нему Всегда Иди Дорогою Добра Ну если С другом Худо Не уповай На чудо Спеши К нему Всегда Веди Дорогою Добра А сколько Будет Разных Падений И Соблазнов Не забывай Что Эта жизнь pairs И Прочь Гони Соблазны У свой Закон Негласный Иди Мой Друг Всегда Иди Дорогою Добра Ты Прочь Гони Соблазны У свой Закон Негласный Иди Мой Друг Всегда Иди Дорогою Добра Спроси У жизни Строгой Какой Дорогой Куда По свету Белому Отправиться с утра Ты прочь гони соблазны У свой закон негласный Иди, мой друг, всегда Иди дорогою добра Ты прочь гони соблазны У свой закон негласный Иди, мой друг, всегда Иди дорогою добра тебя репертуар большой уже сколько вот песен ты знаешь и можешь исполнять на всяких концертах я так-то учила ну немного песен но я все же могу сама выучить какую-то песню и папа скачать минусовку я могу с папой работаешь связки скажи пожалуйста страшно было когда первый раз на большую сцену вышло как ты вообще справлялась волнением когда выходишь и знаешь сколько там народу как вот не волноваться расскажи я себя успокаивала просто отпоешь и все отлично ну грамоты ваши ребята получают регулярно да и премию не она пока не не у нее грамоты пока школьные региональные международные уже есть я скоро папа что-то говорил то что я на международный конкурс кит поеду то есть она собирается я хочу сказать вот тоже заткни уши я сейчас буду немножко хвалить дело в том что вот поскольку кинематограф да мы можем обратить внимание вот в кино когда значит вокалиста поэтому там же не надо показывать великий голос какой-то вот если это не музыкальный фильм вот как например музыкальная история с леймешевым да я очень люблю музыкальные фильмы антон иванович сердится например там ну и сейчас я тоже об этом скажу что мне понравилось в ней вот я всегда параллели надо вот исторические вот улавливать клавдия ван шульженко да марк бернес даже анна герман но там душа поет там сердце там выразительность артистизм там проникновение глубина вот и здесь я бы закрыл глаза и слушая ее она пела правда ним не маленького мука кстати мука ты да по моему мультфильм а художественный фильм да да вот хотя есть ему и мультфильм вот и когда я ее услышал вдруг я услышал что у нее голос необыкновенный и вот это на цель потому что вот у нас ребята выходят да есть программа голос например такая да и показывать свои вокальные данные вот как правило те кто показывает техничность да значит выдающие способности они далеко не идут люди должны это услышать душу надо уложить и вот в наших ребят вот кого я привлекаю почему потому что если они не выложатся на сцене душу не уложат они не заведут зал а зал он долго нельзя конечно а зал у нас сложный там же вот профтехучилище да техникумы то есть те кто далек от музыки и вот здесь надо найти такую вот грань чтобы всем было хорошо так не бывает но к этому надо стремиться вы их на лето отдыхать то отпустите ну конечно это значит поступал этот уже отдохнул все хватит друг мой это беленькая пока еще будет значит загорать вот и я хочу сказать очень для меня вот такой важный момент что когда у нас вот музыка звучит на сцене да я вижу их перспективу вот самое главное то есть они растут и очень часто бывает так что приходит вот молодые таланты они как бы еще не оперились не определились но проходит время вот рядом обязательно должны быть я должен быть канал гиз должен вот город должен быть родной общественность молодежь и вот вся эта масса цементируется эта сила и в конце концов количество переходит в качество и у них уже большое будущее вот а каждый год каждый вот тематика вот год следующий год год экологии например мы будем говорить да конечно мы будем говорить о природе вот тем более что мы ездим по области я всегда вот акцентирую внимание что наша замечательная самарская молодежь она едет в районы это называется культ триггерство миссионер спасибо вам огромное большую работу проводите и в районы несете хорошую классическую музыку удачи вам ваших начинаниях со зрителями прощаюсь до следующей пятницы проведите выходные с пользой с удовольствием до встречи записи